Интенсивная боль в верхних отделах живота, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой, вздутием живота и диареей. Этими симптомами выявляется болезнь желудка. Его обозначают медицинским термином гастрит. Насколько это серьезно и как его не запустить, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В ритме городской жизни зачастую не находишь время посидеть и нормально пообедать. В такие моменты на помощь приходит так называемый фастфуд, шаурма, хот-доги, гамбургеры и другая разновидность быстрого питания. А их очень много. Наш желудок не всегда готов к такой пище. Следовательно, подобное питание приводит к болезням желудочно-кишечного тракта. Симптомы проявляются в зависимости от вида гастрита. Признаки бывают, которые типичные, допустим, и индивидуальные для каждого формы гастрита. Дискомфорт в области живота, тошнота, рвота и изжога. Чаще всего именно эти симптомы сопровождают нас при таком заболевании, как гастрит. Причинами гастрита чаще всего являются инфекционные теологии, бактериальные, вирусные, алиментарного происхождения, аутоиммунные гастриты, аллергические, лекарственные препараты, которые мы принимаем, злоупотребляем, механическое повреждение пищи или химическими процессами. У каждого человека гастрит проявляется по-разному в зависимости от формы и стадии развития. Некоторые чувствуют быстрое насыщение, а у других это боли во время еды или после нее. Наиболее частой причиной гастрита, где-то 75-80%, является бактерия Helicobacter pylori. Это общеизвестный факт. Если в семье один человек больной таким заболеванием, то Helicobacter может передаваться от одного члена семьи к другому, бытовым путем, через общую посуду, тесные контакты. Даже если в ваш организм попала эта бактерия, она может не сразу проявляться. И такие факторы, как нездоровая пища, быстрые перекусы и так далее, могут стать пусковым крючком. И уже тогда начинается повреждение слизистой желудка. Здесь надо еще, хотелось бы обратить внимание врачей на то, что не все должное внимание оказывают этой бактерии. Она еще, кроме того, что она повреждает слизистую желудка, особенно в детском возрасте, она является провоцирующим фактором для развития различных рецидивирующих обструкций, вплоть до бронхиальной астмы. Недолжное внимание, которое уделяется этой бактерии, становится результатом возникновения и развития многих болезней. Это и заболевание лор-органов, и повреждение кожи. В общем, немаленький спектр болезней. Причиной этому служит неполное уничтожение этой бактерии, так называемая эрадикация. Не всеми врачами проводится соответствующая эрадикация бактерии, потому что, если сделать это неправильно, не в должной мере, то бактерия распространяется на другие участки желудка, где она больше всего находится. И ведет это к хронизации процесса. Своевременное обращение к специалистам в мере профилактики и соблюдения рациона здорового питания является залогом предотвращения любых болезней и, в частности, гастрита. В первую очередь, конечно, это питание. Питание не должно быть на ходу, на бегу, более тщательно пережевывать пищу, стараться соблюдать режим питания. Но, естественно, продукты должны быть качественные. Никаких вот таких фастфудов, то, что типично для нашей молодежи, для наших студентов. Особое внимание, конечно же, стоит уделить иммунитету, так как все болезни начинаются от незащищенности организма. Если у вас иммунитет в порядке, то и возможность развития заболевания минимальная. Тем самым вы убережете себя от бактерий и инфекций.